Здравствуйте! Христианская радиостанция «Голос надежды» приглашает к приемникам своих самых маленьких радиослушателей. Дорогие ребята, для вас звучит программа из рубрики «Детская страничка». Послушайте библейскую историю, которая называется «Мальчик в храме». Умер злой царь Ирод. Теперь можно было вернуться из Египта на родину. Иосиф, Мария и маленький Иисус вновь поселились в Назарете. Иосиф продолжал плотничать, и Иисус помогал ему в мастерской и учился ремеслу. Детство его проходило так же, как и у других босоногих мальчишек-ровесников, с которыми было так интересно играть. Соседи не подозревали о его божественном происхождении. Даже родители стали считать его просто своим ребенком. Пока не произошел такой случай. Когда Иисусу исполнилось 12 лет, Иосиф и Мария впервые взяли его на празднование Пасхи в город Иерусалим. Это было радостное событие в жизни мальчика. Все готовились заранее, надевали лучшую одежду, готовили в дорогу особую еду. С родственниками и знакомыми отправились они в дальний путь. Почти сто километров отделяло Назарет от Иерусалима, и пройти их надо было пешком. Но мальчишки радовались этому походу. Все им было интересно в пути. Видеть новые места, слушать птиц, ночевать под открытым небом. К тому же впереди их ожидал праздник в Иерусалимском храме. После праздника, который продолжался семь дней, земляки все вместе отправились в родной город. Мария и Иосиф шли в толпе, и Иисуса же не было с ними. Но они привыкли к тому, что ребята шли отдельной стайкой, обсуждая свои мальчишечи дела. Когда обнаружилось, что его нет и среди сверстников, обеспокоенные родители вернулись в город. Они долго повсюду искали сына, пока не нашли его в Иерусалимском храме. Он увлеченно беседовал там с учеными мужами, книжниками, то есть знатоками закона Божьего. Те удивлялись умным вопросом мальчика и его глубоким познанием в Священном Писании. Им же было невдомек, что Иисус – ребенок особенный, Сын Божий. Хотя Мария и была счастлива увидеть Иисуса живым и здоровым, она решила его пожурить. «Сын мой, что же ты с нами делаешь? Мы с отцом очень испугались, и где только не искали тебя». Иисус ответил, «Зачем вам было искать меня повсюду? Разве вы забыли, что я должен быть в доме отца моего?» Правда, при этом он сразу встал и послушно вернулся со своими земными родителями. Продолжение следует... 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 Но тогда, в начале истории, было ясно одно. Адам и все те, кто после него решат обратиться от злых путей, получают возможность снова вступить в завет жизни со своим Создателем. Это был выход из тупика, тупика смерти, но выход не безболезненный. Трудные задачи не имеют легких решений. Адаму было открыто, что однажды в мир придет Спаситель. Он исполнит миссию второго Адама. Это подразумевало, что Иисус Христос станет, образно говоря, вторым Адамом. Он устоит там, где пал первый, и пострадает там, где тот не пострадал. Мученическая смерть будет ожидать не Адама, а Иисуса. В этой смерти исполнится проклятие неверности завету. Бог примет на себя последствия человеческой неверности. И в то же время этим откроется великое благословение – жизнь для всех, кто вновь доверится Богу. Вспомним еще раз слова, выражавшие последствия неверия первого человека – Богу. «А от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Но в тот день Адам остался жив. Однако смерть, вызванная именно неверьем и неверным поступком Адама, все же случится. Но она коснется другого. Им станет Сын Божий, Иисус, Бог-человек. Так исполнятся условия нарушенного завета. А человек незаслуженно, по благодати, вновь получает дар жизни. Во всем этом проявилась великая тайна и слава, человеколюбие и верности Бога. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok